Всем привет! Вы на канале SEOquick. Меня зовут Николай Шмычков. И меня улитовский Анатолий. И сегодня мы разберем такую тему, как писать SEO-тексты. Да, я хочу рассказать вообще, что такое SEO-текст. SEO-текст называется текст, который оптимизирован для поисковой системы. Отлично ею индексируется и содержит все необходимые ключевые слова, которые использует поисковая система. Методы расположения ключевых слов зависят от поисковых систем, а также меняться могут с течением времени в зависимости от смены алгоритма. Звучит сложно, правда? Ну, как и всегда. Да, но на самом деле все проще некуда. Вы должны понимать, что если ваша страничка про яблоки, но слово яблоко на ней не упоминается, поисковик посчитает ее нерелевантной. Почему? Потому что нет слова яблоко. Но если вы напишите яблоко, 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 много раз, да? Или яблоко зеленое, яблоко желтое, да? Поисковик скажет, что вы немножко того и скажет, что эта страничка бесполезна. Вот эта грань между отсутствием контента и перенасыщением контента и лежит где-то грань хорошего SEO-текста и плохого SEO-текста. И сегодня мы научимся разделять эти грани и, конечно же, научимся писать тексты, чтобы и клиенту нравилось, и поисковик про нас не забывал. Кстати, по поводу SEO-текстов. Я действительно люблю эту тему, потому что первое, что я рекомендую каждому нашему клиенту забыть про SEO. Нету SEO-текстов, просто есть текст классный, полезный, который принесет пользу вашему клиенту, посетителю сайта. Первично создавайте текст для человека. И как это необходимо сделать? То есть вы собрали семантику, выбрали приоритеты, далее вводите эти ключи в поисковую систему, изучайте намерения пользователей. То есть то, что люди хотят видеть. И после этого текст необходимо создавать, когда вы знаете, что человек хочет получить для человека. Забудьте про поисковик. Ключи обычно включают в title, возможно в description. Старая школа SEO говорит там в первые 100 слов. Действительно, я вам скажу, что это до сих пор работает. Объясню, почему. Потому что 85% людей заходят на сайт, то есть за пару секунд его покидают. Они сканируют. И бывает, что взгляд упал на ключевое слово в первые 100 слов. Это в первом абзаце или в первых предложениях. Он может остаться. То есть это еще в принципе работает. Но далее количество ключей уже не играет особой роли. То есть необходимо что сделать? Вы пишите просто текст для человека. Если вы чувствуете, что вы хотите вставить ключ. Ну понимаете, если я буду писать текст, допустим, там как Коля сказал про яблоки. То есть когда собирать яблоки, какая пара года и тому подобное. То есть в любом случае я буду писать слово яблоки. Я не смогу написать этот текст, не используя слово яблоки. Поэтому это и есть естественное включение ключей. И SEOшники, которые действительно уже опытные, которые развиваются. Они не обращают внимания на параметр насыщенности. У меня был вебинар с Лили Рей. И она когда снимала видео совместно с Мартином Сплитом. Это один из аналитиков Google. Они вместе смеялись на вопрос по плотности ключей. Они говорят, да нету плотности ключей. Просто нет такого параметра. Пишите текст для человека. А Google, поверьте, у него достаточно ресурсов разобраться. Насколько качественный этот контент. Поэтому ключи, самое важное, это в тайтле. Почему? Потому что люди вслепую не кликают. Они читают тайтл, принимают решение перейти. А если они уже перешли, все, вот этот текст, да, действительно, включи. Если пишите, то только исключительно для человека. Теперь второй момент, что вы должны понимать. Следует понимать, что семантическое ядро – это некий набор запросов. В целом одно слово или два слова в них будут повторяться. Но будут некоторые слова, которые в этих запросах уникальны. Суть заключается в том, чтобы собрать вот эти уникальные слова и подумать, что с ними можно сделать. На самом деле можно это сделать. Мы в нашем туле, нашем волшебном кластеризаторе добавили третью вкладку, которая вытаскивает с кластера уникальные слова. Зачем это вам нужно? А вам это нужно для того, чтобы потом написанный ваш классный текст проверить на дурака, используя ли вы хотя бы один раз слово из этого списка. Если вы не использовали, подумайте, как оно бы аккуратно вписалось в уже написанный качественный контент. Возможно, оно реально дополнит нужную абзац, нужную фразу, нужную мысль. Потому что вы могли попросту, в силу, как говорится, порыва творчества, их забыть. Да, иногда это может оказаться, допустим, яблоко, да, и вы забыли упомянуть сорт яблока, допустим, семеринка. Вот написали текст о семеринку забыли, а хотели бы, чтобы эта страничка по запросу яблока семеринка тоже выводилась. И вы видите, что у конкурентов она выводится, значит, проверьте и добавьте где-то это слово. Допустим, в перечисление сортов. Яблоки бывают таких-то сортов. И, конечно же, что вы должны понимать, Google – необычная поисковая система, которая сейчас внедряет так называемые расширенные сниппеты. Расширенные сниппеты – это такая штука, когда вы видите контент, условно говоря, более развернутый, чем просто тайтл и его фрагмент контента. Вы можете даже увидеть целый ответ, который спросили. Что такое яблоко, например, да? Как получить этот расширенный сниппет? На самом деле есть несколько секретов. Изучите, правильно сказал Анатолий, контент конкурентов по этим ключам. Проверьте, выводятся ли расширенные сниппеты у конкурентов. Если они выводятся, подумайте, как написать этот расширенный сниппет лучше и точнее. И вы должны помнить, определение – это абзацы длиной в 300 символов. Если вы хотите попасть в расширенный сниппет определения, напишите 300 символов реального определения. Такого же, как я начал вот сейчас наш вебинар. Что такое SEO-текст? Второй момент. Если вы хотите попасть в список, помните, что список из 8 элементов Google выводит тоже, как расширенный сниппет. Но старайтесь не лупить слишком длинные слова в этом списке. Не более 5-6 слов на 1 пункт. Поэтому хорошо работают однословные, двухсловные списки в 8 пунктов. Ну и таблицы. Не делайте сложные таблицы. Таблицы расширенный сниппет попадают только состоящие из двух колонок. Так и есть. Хорошо попадает расширенный сниппет, условно говоря, где одна колонка и циферки. Прекрасно выводятся и работают по запросам цены и тому подобное. В зависимости от запроса вы можете проверить, какой выводится расширенный сниппет. Для этого вам и нужно, чтобы SEO-шник собрал семантическое ядро, чтобы вы изучили, копирайтер изучил, какой контент по какому запросу выводится. Он просто берет запрос, вбивает в поиск и видит результат, видит интент и понимает, как он может использовать этот запрос уже в написании контента. Поэтому, когда вы создаете язык копирайтеру, даете ему семантическое ядро, эти ключи ему не для того, чтобы он их включал, а для того, чтобы он проверил поисковую выдачу и посмотрел, кто там сидит. Часто мы делаем это для уже написанных статей. Потому что написанных статей, если выбрать ключи, которые находятся в топ-10, можно адаптировать их и получить расширенный сниппет. Мы так сделали уже со многими клиентами и они теперь безумно довольны, потому что они выводились на седьмом месте, а сейчас на первом. Резкий прыжок за счет расширенного сниппета, потому что мы знаем, что по этому запросу он выводился у другого конкурента. Мы сделали больше ссылок, переписали контент в этом абзацике, всего лишь один абзац и заняли первое место. Поэтому SEO-тексты на самом деле это не плотность ключей, это не вхождение ключа в текст, это мусор, это забудьте про эту тактику. Она уже попросту не работает. SEO-ключи это когда вы изучаете контент, изучаете интент, это мнение, то, что хочет видеть пользователь и адаптируйте свой контент под интент. Вот, собственно, я хотел это добавить. Спасибо, ребята, что смотрели, слушали нас, в зависимости от того места, где вы выбрали, потому что мой выход на YouTube, в наших аудиоподкастах, Apple, Android, Google, то есть выбирайте удобный формат. Будем рады вашей подписке, это обязательно подписывайтесь, потому что для тебя это один клик, а для нас это просто огромная помощь в развитии нашего канала. И мы будем всегда делиться полезной информацией. Обязательно задавай множество вопросов, спрашивай нас все, что тебе интересно. Мы дадим на них максимально классные ответы. И до новых встреч! Всем пока и не забывайте приходить на наши прямые эфиры.